Всем привет! Сегодня мы в Лоботрясах и поговорим, как кофе разной степени обжарки влияет на состояние оборудования. Мы не устаем повторять, что разная степень обжарки зерна раскрывает вкус кофе по-разному, но взглянем на вопрос с другой стороны. Как при этом обстоят дела с оборудованием? Бытует мнение, что более темный кофе склонен загрязнять его сильнее. Поэтому мы провели эксперимент. Мы дали баристу в один день пачку зерном с темной обжаркой, а в другой день пачку зерном с светлой обжаркой. Мы прослеживали степень загрязнения в нашем оборудовании каждые три часа. И подробно покажем, как проходит чистка частей эспрессо-машины и кофемолки и сравним разницу изнутри. Для темной обжарки мы использовали ностальгическую эспрессо-смесь с двумя компонентами. Высококачественные робусты от нашего друга Лукаса Вентурима и второй компонент натуральная Бразилия Лига 2020. А для средней обжарки мы выбрали Эфиопию белечи мытой обработки. Во время эксперимента барист не чистил группу, а делал короткие проливы после приготовления эспрессо. Сегодня весь день мы работали на Эфиопии. Прошло три часа после начала рабочего дня и сейчас посмотрим, как зерно с более светлой обжаркой загрязнило оборудование. Прошло шесть часов с начала эксперимента. Посмотрим на группу. В конце рабочей смены бариста всегда чистят оборудование группы питчера-форсунки. Надеемся, вы или ваш бариста делают так же. Но мы сейчас уделим внимание группам. Посмотрим на их загрязнение в конце дня. Внешние детали группы и кофемолки выглядят не сильно загрязненными, но внутри все может быть совершенно иначе. Важно помнить, что кофемашину нужно чистить каждый день. Поэтому мы снимаем сетку. Во многих кофемашинах эта сетка прикручивается на болтик. Здесь у нас уплотнительная резинка, поэтому она снимается очень просто вот так ложкой. Сейчас мы ее помоем. Я очищаю. Их я не будем делать, мне надо делать. Надо расправится на булки. Алина. Я учила. Алина. Их я не поджу. Их ям. Растись, дайте. И также тряпочкой мы промываем внутри группы. И не забываем, что кофемашину нужно мыть вместе с химией. То есть мы снимаем вот эту вот сетку эспрессионную и вставляем слепой холдер. Сюда засыпаем химию и промываем кофемашину вместе с химией. И не забываем про форсунки. Вот эта часть очень легко откручивается, и их нужно ежедневно промывать. Привет! Сегодня второй день нашего эксперимента. И напоминаю, сегодня в бункере ностальгическая эспрессо-змесь. Наш алгоритм действий будет такой же, как и вчера. Давайте посмотрим на группу после трех часов работы. Сейчас посмотрим на эту же группу после шести часов работы. Итак, мы увидели, что зерно разных степеней обжарки не сильно, но все же влияет на состояние внутренних деталей группы эспрессо-машины. Делаем выбор. Чем темнее обжарка, тем больше загрязнения получит ваша эспрессо-машина. Если вовремя не очищать ее, грязь может присохнуть к деталям и с каждым днем увеличивается сильнее. А это может привести к дополнительным нотам горечи в чашке. Поэтому мы рекомендуем составить график чистки вашего кофейного помощника и соблюдать его для лучшего вкуса кофе. Теперь давайте узнаем, как разное зерно повлияло на детали кофемолки. Снимаем бункер. У нас тут конец дня. И снимаем верхнюю часть жерновок. И смотрим, что у нас тут после Эфиопии. Ну, количество кофейных масел, конечно, небольшое, но они есть. Но они в любом случае будут. Здесь очень хорошо видно количество масел, которое осталось у нас после ностальгической смеси. И их значительно больше, чем после Эфиопии. Состояние кофемолки также подтвердило предположение. Очищать кофемолку после темного зерна было чуть сложнее из-за большего количества масел. Кстати, из-за их склонности к затвердеванию уже через неделю чистка выглядела бы чуть сложнее. Стоит отметить, что жернова нужно чистить сухой кисточкой. Потому что если мы будем чистить влажной тряпкой или промывать водой, то вероятность того, что будет коррозия металла, очень велика. Теперь мы точно понимаем, что выбор степени обжарки для кофейни и для дома имеет небольшие последствия для жизни оборудования и удобства его использования. А не только для вкуса чашки. Поэтому мы рекомендуем не забывать о чистке своих кофейных устройств. И желаем вам больше вкусных чашек. Субтитры подогнал «Симон»!